Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! В этом видео мы с вами рассмотрим захватывающую партию, сыгранную в январе 2019 года. Напомню, тогда известный ныне российский гроссмейстер Андрей Есипенко играл в турнире «Б» ежегодного фестиваля в Вейконзее. Его соперницей в этой партии была одна из сильнейших шахматисток Казахстана, международный мастер и международный гроссмейстер среди женщин Динара Садуакасова. В этой партии российский гроссмейстер пожертвовал коня, причем сделал он это в стиле таля. Интуитивная жертва, которая не приносила видимых дивидендов, была принята не сразу. Лошадка несколько ходов стояла под боем пешки и в конце концов была взята, что оказалось сигналом для решающей атаки. Итак, Есипенко играл белыми, пошел е4, а Динара пошла е5. Конь f3, конь f6, конь е5, d6, конь f3, конь бьет е4. Возникла известнейшая позиция русской партии, в которой сильные шахматисты в последнее время довольно часто отдают предпочтение ходу конь c3. Сделал этот ход и Андрей Есипенко. После взятия dc, слон е7. Белые играют слон е3. Дальнейшая идея это пойти ферзь d2 и 3 нуля. Как известно, в создавшейся позиции у черных выбор из двух планов. Немедленно пойти 2 нуля, либо подготовить длинную рокировку. Это можно было сделать ходом конь c6. Далее ферзь d2, слон е6 3 нуля, ферзь d7 и далее также 3 нуля. Обычно в этой ситуации у черных получается довольно крепкая позиция. Взамен белые нередко ставя коня на g5 получают преимущество двух слонов, что впрочем не обещает им победы в этой партии. Впереди долгая борьба. Но в нашем поединке Динара сыграла конь d7, имея ввиду коня поставить на поле f6. Есть у него и другие маршруты на c5, либо e5. Довольно эластичное продолжение. Белые же играют ферзь d2 и после короткой рокировки 3 нуля. Черные ставят пешку на c6, имея ввиду продвижение на d5. Здесь Андрей Ясипенко, конечно, мог встретить эту идею соперницы своим ходом c34, но он решил начать атаку на королевском фланге и сыграл h4. Черный играет d5, профилактика король b1, ладья е8 и слон d3. Дальнобойные слоны недвусмысленно посматривают на королевский фланг. Конь вот-вот появится на g5 и атака начнется. Черные же играют конь c5, белые конь g5, нападая на пешку h7. Конечно, в этой позиции Динара Садуакасова могла разменяться на d3. Правда, после ферзь d3 пришлось бы ослабить королевский фланг ходом g6. Правда, после размена белопольного слона шансов поставить мат черному королю стало меньше. Но Динара Садуакасова играет h6, нападая на коня соперника. Ясипенко же дает шах. Отходить на h8, конечно, нельзя ввиду вилки на f7, поэтому король f8. И здесь c4. Белый конь приносится в жертву. В то же время у черных есть возможность забрать пешку на c4. Давайте сначала рассмотрим ход dc. Это серьезная ошибка. После ферзь c3 с нападением на ферзя черных следует ферзь c7 и далее слон d4. Угрожает мат слон g7. А если защититься, то ферзь c4 с угрозой мата на g8. Белые здесь побеждают. В то же время заслуживало внимание немедленное hg. После ответного взятия вскрывается линия h. Черные могут защищаться довольно упорно, но сделать это весьма непросто. Например, если забрать на c4, то неожиданно слон e4 с угрозой мата на король g8, ферзь e2. Черный ферзь вновь оказался под боем. Белый стремится на h5 и далее на h8. В общем, у черных здесь безнадежная позиция. Но Динара сделала один из лучших ходов в этом положении и пошла конем на поле a4. Здесь белые, конечно, могли забрать на d5. Далее был возможен переход в эншпиль. После взятия забрали, съели. Конь отходит на f3. Играть g6, конечно, нельзя с целью поймать слона ввиду просто мата слона h6. Поэтому лучше просто отойти конем на b6. Партия перешла в многофигурное окончание с перевесом у белых. Так как слабая пешка d5 постоянно будет требовать защиты. Но все же это был более технический путь. А Андрей Есипенко, настроившись на жертву своего коня, конечно, хочет развить атаку на черного короля. Поэтому о беншпиле и не думает. Он ставит ферзя на d3. И в этом положении можно было забрать коня. С примерно теми же последствиями, как в предыдущем варианте. Но Динара медлит. Она играет fd6, слон c1. Дополнительно защищая пешку b2. И в этой позиции черные принимают решение все-таки забрать коня g5. Конечно, можно было продолжить развитие. Сыграть, например, слон d7. Но тогда белые уже могли с эффектом ввести в бой коня. Пойдя им в центр, нападая на ферзя. И продолжить свою атаку. Но черные все-таки решаются на взятие этого коня. Следует hg со вскрытием вертикали h. Слон d8. cd, cd и ферзя в 3. Угрожает взятие на d5. У черных лишний конь. Прямых угроз черному королю вроде бы не видно. Но все-таки инициатива белых очень серьезна. Слон e6, защищая пешку. Слон f5. Атака белых уже очень опасна. Если попытаться эвакуировать короля с королевского фланга и пойти на e7, то может последовать g6, конь c5, забрали, король f7, двойной шах, нужно брать королем. Ладья h1, король d7 и ферзя в 5. У белых уйма сильных ходов. Слон f4, ладья бьет d5. Также можно забрать на e8 в удобный момент. В общем, у белых здесь уже выигранное положение. Поэтому Динара сыграла конь b6, дополнительно защитив пешку d5 и подтягивая коня к защите своего короля. Но у белых уже решающее преимущество. И Андрей Есипенко доводит партию до победы, взрываясь в конце очень красивой жертвой. Ладья d1, конь d7, ладья h8, король e7 и ладья бьет e6. В этом положении черные сдались. Действительно, в случае взятия последуют ладья бьет e8, шах слоном и мат ферзем. Вот такая замечательная партия российского гроссмейстера Андрея Есипенко. Он чисто по-талевски пожертвовал коня, получил атаку на короля и закончил ее красивой жертвой ладьи. Если это видео вам понравилось, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал Шахматы для всех, оставляйте свои комментарии. Большое спасибо за ваше внимание. До свидания.